всем привет я майкл наки это будет довольно необычное видео почему необычное потому что это видео больше про ощущения это видео по факту построена на одном кадре поэтому скажем так его фактическая сторона ну то есть объективная реальная сторона не то чтобы отсутствует но скорее является плодом моих аналитических размышлений уж не знаю будет ли это интересно ли полезно говорить в сегодняшнем видео я планирую про то как в этом году изменится война как она изменится со стороны россии и то что эта война превратится для россии в войну тотальную она уже не будет называться сфу она уже не будет замалчиваться и быть где-то на периферии это превратится уже в такую войну на которую будет нацелено все российское государство она и так ею было в последние месяцы да даже не в последние месяца наверное месяца с 4 с 5 но сентября когда была объявлена мобилизация но теперь этот тренд будет не скрываться что я имею ввиду во первых давайте по поводу того к чему мы пришли к концу этого года в россии многое было изменено изменено подвоенные нужды военный бюджет невероятно раздут многие предприятия военного комплекса переведены на новые схемы работы а то есть работают там гораздо больше клепают оружие многие люди были мобилизованы и собственно цели и задачи с в о как они любят ее называть они постоянно плавали но владимир путин уже лично предупреждает что и своего будет долгим будет долго долго и специальная военная операция вообще глобально как эта трансформация происходила дело в том что владимир путин готовил действительно маленькую победоносную специальную военную операцию как он и себе представлял изначально это были лишь наши догадки основываясь на том что говорила пропаганда про концерт на крещатике и все прочее и по действиям российских военных которые сразу же пошли маршем на киев да то есть был такой обманный маневр то есть нападение на вот со стороны донбасса для того чтобы именно там ожидали основного удара и собственно идти атаковать киев как мы узнали позже владимир путин действительно готовил быструю операцию и планировал захватить киев за 10 дней но украина дала решительный отпор не позволила взять киев а затем и вовсе пошла в контрнаступление на данный момент украина отвоевала 40 процентов территорий которые были оккупированы россии и продолжает идти вперед и не собирается сбавлять обороты при этом мы видим что российская сторона чего-то серьезного противопоставить ну по крайней мере у нее не получается штурмы увязают бахмут не могут взять хотя его поставили чуть ли не главной целью войны прямо сейчас и в целом россия не наступает точнее не наступает не успешно все последние месяцы мы много говорили о причинах этого и в сводках и аналитических видео много чем еще но это факт чем больше владимир путин задействует ресурсов в том числе ресурсов человеческих тем больше эта война привязана непосредственно к его управлению и то что в начале войны многие говорили что в целом даже проигранная это специальная военная операция не будет означать немедленного поражения владимира путина его режима все больше качается в сторону того что задействовано настолько много ресурсов потрачено столько жизней и столько перспектив у страны что теперь эта война уже дело выживание самого режима опять же никто не готов ставить на это стопроцентно что вот если путин проиграет войну то режим путина точно закончится однако вероятность этого сильно возросла и поэтому владимир путин воспринимает эту войну уже не просто как геополитическую авантюру не просто быструю операцию благодаря которой он может поднять себе рейтинг и реализовать свои имперские амбиции а как вопрос собственного выживания и тут мы подходим к главной истории к тому самому кадру который для меня стал довольно важным в попытке понять план кремля на 2023 год это даже не кадр обращение резникова министра обороны украины который сказал что 5 января они ожидают закрытия границ второй волну мобилизации переход россии на военное положение я не сомневаюсь что данные которые были у господина резникова они действительно существуют и что дата 5 января это не случайная дата однако здесь я с большой долей вероятности могу сказать что тогда 5 января это точно не случится потому что кремль очень не любит когда его планы рассказывают заранее мы видели это в начале вторжения когда западные разведки четко узнали что нападение готовится 16 февраля из-за того что они это узнали само нападение было принесено на 24 февраля это вызвало большие проблемы среди российских военных потому что была нарушена логистика и запасы которых брали оказалось недостаточно российская техника оказалась без топлива российские солдаты оказались без еды это мы видели по разным участкам фронта в общем все из-за смещения все немножечко ухудшилось но мы видим что есть такая привычка что нельзя подтверждать слова там какой угодно разведки западной или украинской и поэтому это может быть перенесено поэтому 5 января я бы не ожидал всего этого скорее ближе к середине января как мне представляется может быть как раз 2 волна мобилизации но что за кадр так меня взбаламутил и почему я считаю важным по нему делать отдельное видео а вы уже видели его на обложке это владимир путин в новогоднем поздравлении на фоне военных и сейчас я попробую объяснить почему этот кадр мне представляется настолько важно дело в том что если вы проигрываете войну или она идет не по плану то вас есть два выбора два глобальных выбора выбор первый это максимально от нее дистанцироваться это всячески не показывать что вы связаны с этим поражением перекладывая ответственность на кого угодно еще именно этим путин занимался долгие месяцы после того как он лично объявил мобилизацию правда подчеркнув что это делается по предложению министерства обороны после этого он максимально от этого дистанцировался он сказал что ответственны за это губернаторы хотя почему вообще губернаторы непонятно до сих пор губернаторы в этой иерархии вообще с точки зрения российского права вообще никаким боком то есть задание от министерства обороны есть военные комиссариаты есть военкомы и вот они значит это должны делать почему губернатор например отчитывает военкома и это загадка дыры но как загадка дыры, да, на нее есть ответ, потому что это такая практика, которая идет в России еще с периода пандемии, когда Россия, когда российское руководство внезапно вспоминает, что оказывается Российская Федерация и использует ее не как настоящую федерацию, а как способ переложить ответственность на местные власти, что, смотрите, именно они все проваливают. Владимир Путин так и сделал. Он переложил часть на губернаторов, часть на военные ведомства и сказал, это все они, поэтому основными спикерами были Коношенков, Шойгу, Суровикин, а Владимир Путин, он не при делах, он никак не комментирует мобилизацию, он, значит, никак не имеет никакого отношения. Затем тренд стал несколько меняться, и Владимир Путин уже проводит встречу с, значит, матерями и женами мобилизованных, ну, такими лояльными достаточно, но, тем не менее, там он поднимает ряд вопросов, дает на них заготовленные ответы, немного странные, потому что Владимир Путин не очень умеет общаться с людьми, но, тем не менее, уже сам включается в эту повестку, то есть он как бы немножечко выходит из этой отстраненности. И здесь мы приходим ко второму варианту, когда вместо отстраненности от идущей войны с поражениями, ты переходишь к войне мобилизационной, когда ты говоришь, что, ребята, страна в опасности, от каждого нужно вот все для фронта, все для победы, вставай, страна огромная. И это появляется тогда, когда, собственно, силами без участия масштабных, там, изменений, без участия новой парадигмы никак не получится сделать. Когда тебе нужны людские ресурсы, когда тебе нужно перестраивать страну, ставить ее на военные рельсы, когда ты понимаешь, что у тебя нет возможности оставлять людей на диване, чтобы они исключительно смотрели, такие, да, как мы их, ух, мы им сейчас покажем, и у тебя есть только один выбор, апеллировать к этим самым людям. Эту перестройку мы видим и в российской пропаганде, у которой изначально была большая проблема. Значит, у них сразу было два нарратива, которые друг другу очень сильно мешали. Первый нарратив заключался в том, что Россия одна из самых мощных армий мира, поэтому она всем покажет Кузькину мать. И, значит, от вас нужно только сидеть на диване и радоваться победам. Когда рассказывали, что, собственно, армия Украины или вообще даже армия НАТО, это вообще все плюнет растереть и даже не потребует никаких серьезных усилий. Второй же нарратив, который стал появляться через несколько месяцев после начала войны, когда стали очевидны проблемы на фронте, это как раз нарратив, что отдайте свою жизнь за царя, за отечество. И вот теперь мы видим переползание одного тренда в другой, потому что какое-то время эти два тренда существовали параллельно и вводили в некоторое такое шизофреническое состояние, потому что ты не можешь одновременно говорить, что твоя армия самая сильная и всех победит, а потом просить людей шить трусы на фронт. Эти две вещи плохо сочетаются друг с другом. Ну, зрители, закономерный вопрос, но если мы самая сильная армия в мире, то зачем вы проводите мобилизацию, если мы самая сильная армия в мире, почему мы шьем носки и блоклавы руками детей для солдат на фронте, почему проводятся сборы на помощь, значит, российской армии. Это выглядит достаточно странно, и вот эта проблематика, она усилилась, в том числе подрывая интерес к российской пропаганде, которую стали смотреть все меньше и меньше, потому что два этих посыл одновременно в голове человека, даже привыкшего к такой достаточно странной пропаганде, двуемыслия, когда и то, и то, но даже это у людей вызывало вопросы. Более того, когда это все сопровождается отсутствием побед, отсутствием каких-либо достижений, люди все меньше и меньше предрасположены это смотреть. И вот пропаганда теперь перестраивается на рельсы, все для фронта, все для победы, целиком и полностью. И уже Владимир Соловьев в своих передачах говорит, что умереть не так уж и страшно и вообще идите умирайте. Сизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть, поэтому смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемое табое решение... Эта мысль была и у Владимира Путина не так давно. И вот этот кадр новогоднего обращения показывает завершение трансформации, что теперь война это не периферийная история, а история центральная. Потому что новогоднее обращение это то, что граждане смотрят в любом случае. Нет, есть определенные люди типа вас и меня, которые, конечно, это новогоднее обращение не смотрели и которые Новый год предпочитают встречать совершенно под других персонажей, а то и вовсе без телевизора. Потому что когда дед-людоед, значит, который напал на чужую страну, пытается рассказывать что-то об ушедшем годе или готовить году по следующему, это не очень интересно и не очень уместно за празднующим столом. Это больше уместно для какого-нибудь, я не знаю, съезда людоедов или сектантского обряда. Но, тем не менее, новогоднее обращение традиционно это самая большая площадка, самая масштабная площадка, на которой все происходит. И выбрав выступать вместе с военными, Владимир Путин задает тональность для следующего года, что теперь это будет не СВО, что теперь это будет война. Он не говорит тотальная война, но этот кадр четко дает понять каждому россиянину, что война вот она, что она действительно идет, и что теперь военные не на переднем плане на нем Путин, но как минимум за ним, что теперь идея России это война. И вот, собственно, это вызывает мои самые большие опасения. И именно поэтому мне кажется, что мобилизация лишь вопрос времени, как и закрытие границ, как и военное положение, как и трудовая мобилизация. Например, весь прошлый год под это принимались соответствующие законы, в том числе в экономическом блоке. Помните, это прошло практически незаметным, хотя я об этом делал несколько видео, это изменения, в которых теперь часть предприятий просто не может отказаться от государственных подрядов, связанных с тогда еще специально военной операцией, как они это называли. Также там регламентируется, что заводы и вообще объекты ВПК, военно-промышленного комплекса, могут работать сверхурочно, в том числе в ночные смены и без выходных. Подготовка к этому как запасному плану шла весь прошедший год, и судя по всему теперь это план не запасной, а основной. И это значит, что Владимир Путин будет мобилизовывать еще больше людей, поскольку люди мобилизовываться не очень хотят, потому что боевой дух, в том числе в среде российской армии, отношение к российским военным, включая мобилизованных, оно уже стало понятно огромному количеству людей, даже внутри самой этой пропаганды. Недавний инцидент в Макеевке очередной раз продемонстрировал, что для офицеров люди это просто пушечное мясо, и они не особо собираются с ними церемониться. Поэтому даже мобилизованные, которые пошли на эту мобилизацию, которые пошли в надежде, что они будут убивать людей в Украине, а их это не коснется, даже эти мобилизованные задумываются о том, что им не очень это все нравится. Поэтому мы видим мобилизационные бунты, когда люди не согласны с тем, чтобы их отправляли на передовую. Поэтому мы видим сбежавших даже ЧВКшников в канун Нового года, и мы видим, конечно, нежелание людей, чтобы новая мобилизация была. Это видно в том числе по интересу к различным видео и статьям про мобилизацию, про количество вопросов, которые поступают к официальным лицам. Но даже эти официальные лица, вместо ранее уверенных мобилизаций точно не будет, говорят, что мобилизации, скорее всего, не будет, или по моей информации мобилизации не будет. Однако часть пропагандистов же открыто говорит, что мобилизация неизбежна. Как Захар Прилепин или такой вот есть человек из Рупостерс Осташко, который в эфире Комсомольской Правды говорит, да, мобилизация, вопрос времени. Об этом же пишет Анастасия Кашеварова, что мобилизационных волн будет много. И теперь, когда многие люди не хотят мобилизовываться, когда российская пропаганда все меньше влияет на людей, потому что ей не удается просто рассказывать, что все хорошо, потому что все довольно плохо с точки зрения военных перспектив России, теперь люди не будут выстраиваться, не то, что выстраиваться в очереди военкоманды, но брать повестки и приходить по ним. Поэтому новые волны мобилизации могут быть вполне себе сопряжены с закрытием границ введением полноценного военного положения. Кто-то скажет, что я алармист и что значит вот, что-то нагнетаешь жути или хайпуешь, пытаясь, значит, не знаю что, выжать просмотров из всего этого. Это не является моей целью. Как видите, я выпускаю довольно много видео по самым разным темам и поэтому там одним видео больше, одним видео меньше для меня не очень критично. Просто хочется, чтобы не было это для вас сюрпризом, чтобы у вас как минимум был готов план на случай, если мобилизация будет. Я думаю, рассказывать о том, что мобилизованным быть не надо, уже не имеет смысла, потому что люди уже ощутили это. Что мобилизация это не веселая поездка в лагерь, где вы бухаете с мужиками, значит, и на стрельбище ездите развлекаться. Нет, уже сарафанное радио сработало хорошо. Мобилизованные понимают, что они пушечное мясо. Мобилизованные понимают, что вот эти все обещания, что вы будете на второй, третий, десятый, пятидесятый линии фронта, они только обещания и никак не совпадают с реальностью. Поэтому рассказывать о том, что значит, вот быть мобилизованным плохо и все проще, я не буду. Вы сами это прекрасно знаете. Если нет, почитайте, не знаю, про Макеевку, посмотрите недавнее видео или даже почитайте Z-каналы, которые про эту самую Макеевку тоже активно пишут. Но суть в том, чтобы вы не обманывались иллюзиями и не совершали ошибку, которая была совершена вами много раз до этого. Когда вы считали, что войны не будет, что не будет первой волны мобилизации, ведь об этом всем предупреждали, предупреждал в том числе и я. Из всего происходящего мы видим, что это неизбежно. И давайте по пунктам, из чего происходящего, чтобы я не был голословен. Первое. Военная ситуация. После мобилизации 21 сентября России удалось приостановить активное продвижение ВСУ. ВСУ продвигаются, но не так активно. Однако это отчасти связано еще и с распутицей, которая мешает. Сейчас будут заморозки, и мы увидим, как без распутицы обстоят дела на линии фронта. Но даже после мобилизации был освобожден Херсон, и ВСУ продолжают наносить удары и продолжают идти вперед. И я надеюсь, что будут продолжать, и довольно скоро это все закончится победой Украины. Но это понимает и Владимир Путин, это понимают и те, кто его окружают и дают советы. И с одной стороны, они увидели, что мобилизация какой-то эффект дала, но с другой стороны, они увидели, что это не дало кардинального изменения на фронте. А поскольку мобилизация это единственное, что частично, но сработало из всего того набора действий, которые были предприняты, собственно, это остается хорошим вариантом для властей. Поэтому они будут предпринимать эти действия. Более того, если Владимир Путин и Российская Федерация собираются не просто обороняться, а еще и наступать, то людей нужно сильно-сильно больше. Как это работает? Несмотря на то, что у России есть большие проблемы с логистикой и с всем остальным, закидать пушечным мясом это давняя советская тактика, которая, к сожалению, остается частично эффективной. Если у вас большое количество людей не обученных стрелять и даже с ржавыми автоматами, но они постоянно идут штурмовыми волнами, то это оказывает давление на противника. Если численное преимущество будет колоссальным, тогда это может серьезно изменить театр военных действий. Поэтому масштабная мобилизация это тоже один из возможных вариантов. Пока бы я ожидал новый набор в 200-300 тысяч скорее. Это следует из предложений Шойгу, который предложил увеличить состав армии на совещании с Путиным примерно до этих значений. То есть еще на 200-300 тысяч человек. Тем не менее, это будет постоянная история. Это не единоразово. Это будет продолжаться. Столько, сколько будет идти война. Собственно, все больше и больше людей. Это что касается военного. Второе, идеологическое. Мы видим активную подготовку. Мы видим ролики, которые появляются в соцсетях по поводу мобилизации. Хотя ряд правовластных каналов пытаются утверждать, да и это все на самом деле украинское цепсу, а не настоящие ролики. Эти ролики как по эстетике, так и по актерам, которые в них играют, говорят о том, что сделаны они все-таки в России. И более того, это появляется и на официальных каналах, типа там какой-нибудь песни Бузовой про Грузию или типа, собственно, российских пропагандистов, как Осташка на Комсомольской правде или Захара Прилепина или много кого еще. То есть, про мобилизацию говорят все больше. И более того, эстетика, собственно, с которой я и начал это видео и которая стала базисом для этого видео. То есть, военная эстетика, которая уже напрямую врывается в жизнь. И уже российские военные, стоящие за спиной Путина. Никому из них, правда, не хватило мужества и настоящей чести для того, чтобы решить мировую проблему, стоящую перед ними. Но тем не менее, значит, это на фоне военных. То есть, общество готовит к военизации и к милитаризации. Полномасштабный, полноценный. И третий момент, тоже немаловажный. Российские власти увидели, что мобилизация это непопулярное решение. Российские власти и Владимир Путин лично поняли, что это сильно бьет по их рейтингам. Однако, это не привело к массовому недовольству. Это не привело к забастовкам, к вооруженным бунтам, к какому-нибудь тотальному неподчинению. То есть, пока риски хоть и остаются для российской власти, но считываются ею, как риски оправданные и с которыми она может совладать. Сможет ли она, кстати, с ними совладать? Вопрос хороший и открытый. Я бы сделал про это отдельное видео, но, к сожалению, ответа у меня нет. У меня есть промежуточный ответ, который всем не очень нравится. В том смысле, что это зависит от большого количества параметров и факторов, особенно индивидуальных, потому что речь идет о конкретных людях, которые принимают конкретные решения в конкретные моменты. Поэтому мы можем оценивать лишь протестный потенциал, но не можем оценивать вероятность наступления этих самых последствий. В общем, такой, знаете, ответ, который меня и самого не устраивает, но другого нет. Тем не менее, российская власть не увидела ожесточенного сопротивления, которое показало исключительно Дагестан, а другие области не особо. Поэтому они считают, что они смогут с этим совладать. Итого, что я хочу донести этим видео. В этом году Россия перейдет от риторики СВО к риторике тотальной войны. Она будет забирать ваших родных и близких из ваших домов. Они будут погибать и возвращаться назад в гробах. Это на себе уже почувствовали те, чьих родственников мобилизовали. Теперь это станет постоянной практикой. Практикой, которая затронет каждого человека в России. Будет все переведено на военные рельсы. И я думаю, что мы совсем скоро это увидим. Поэтому будьте к этому готовы. Пусть у вас будет план, куда ехать в случае объявления мобилизации. Не обязательно за границу. Как сделать так, чтобы вас не нашли? Какие правила предосторожности есть? Не брать повестку, не выходить на улицу в рабочее время полицейских и все прочее, и прочее, и прочее. Мы с вами поговорим отдельно, когда это будет. Потому что, я похожие видео уже делал, когда была первая волна мобилизации. Если хотите освежить, освежите. В общем, узнайте, где там все ваши родственники живут, кому можно нельзя поехать и прочее. Поэтому этот год будет, конечно, тяжелым. Тяжелым, как и предыдущий, но где-то там в конце маячит надежда того, что весь этот кошмар без конца наконец-то закончится. Но пока об этой надежде говорить рано. Еще много чего произойдет, и от каждого из нас зависит, что именно и как будет происходить. С вами был Майкл Наки. Вы можете помочь распространить это видео лайком, комментарием или подпиской. Можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или поддержать канал на Патреоне. Это тоже довольно важно. Ссылка будет в описании. Ну, а я с вами пока прощаюсь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok